Этот личность сегодня, он редкий и необычный. Почему необычный? Потому что такие личности появляются так часто. И я с большим удовольствием и честью хочу пригласить сюда человека, которого вы все уже знаете. Это уникальная личность. И сегодня он приехал специально, чтобы посвятить этот речет всем вам. Дорогие друзья, я приглашаю на эту сцену Александра Геннадьевича Хакинова. У всех у вас есть ответы, которые были вам родными в ходе, пожалуйста, заполняйте их. Оставляйте свои контакты, телефон, e-mail и оставайтесь привыкнуть к тем же людям, которые принимали у вас билеты. И по ходу гороприятия у вас будут вопросы, различные вопросы. Пожалуйста, вы можете записать эти вопросы на бумажке, сдать двум молодым девушкам. Подняйте, пожалуйста, руки для девушки, которые будут принимать у нас. Обратите внимание, они будут принимать записки. И эти записки они приведут к Александру Хакимову. Также вы можете задать свои вопросы у СНА по микрофону. Ну что же, спасибо за внимание. Я передаю слово Александру Хакимову. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Есть звук? Хорошо не слышно. Это главное в нашей программе. Звук хороший. Ничего особенного не будет происходить, кроме звука. Но в конце будет увлекательная история. С музыкой, с картинами. А пока мы поговорим на очень важную тему, которую меня не задали. В России поговорить об истине. Такое вот пространное понятие истина. Вечное понятие, вечный поиск истины. И похоже, что человеку это не совсем под силу. Ему под силу угадать, что истина существует. Догадаться. Сразу. А вот определить, что это такое, трудно. И, скорее всего, мы, когда определяем истину, мы говорим об относительной истине. Ну, то, что является для меня истиной. Для меня это хорошо. Я вот так понимаю, живу. Вот у меня такие планы, такие представления. Мне такая природа. Я мужчина, я женщина, я русский, я американец. Я же как-то себя понимаю. Вот на этом я истинуюсь. А что еще? Ну, то, что дано, понятно, природа говорит мне сама об этом. Мой характер говорит об этом, мои мысли говорят об этом, привычки. Ну, конечно, не все у меня хорошо, не все истинно. Это я тоже понимаю. Я могу где-то нагрубить, вспылить, обмануть, ошибиться. А могу что-то хорошее сделать. А могу поступать, вообще не понимаю, как. Поднают его как-то. И хорошо или плохо, это только в будущем можно будет понять, как сложилось в моей жизни. Может быть, печально совсем. Но тогда, похоже, я ошибался. А может быть, как-то случайно повезло или повезет. А пробую, так, так, так. Там посмотрим. По всякому мыслям, по-разному. Ну, так или иначе, мы опираемся на какое-то понимание. Но сегодня мы поговорим о другом. Потому что мы будем говорить не об относительной истине. А то, что является истиной для всех нас. Это очень важно. Это очень важно. К ней, конечно, нужно приблизиться. Вот это самое трудное в нашей жизни, приблизиться к истине. Потому что что же нам мешает мне приблизиться? А вот своя истина, относительная истина, мешает. Знаете, вот, любовь бывает абсолютной и относительной. А относительная любовь, да? Опасная. Опасная, самое опасное направление в жизни, это относительная любовь. Я люблю этого человека, знаете. Поэтому я из любви к этому человеку могу навредить другому человеку. И даже убить другого человека могу из любви к этому человеку. А я люблю свою семью. Из любви к своей семье я могу обманывать все другие семьи. Но это любовь, понимаете. Я из любви к своей стране я могу обманывать другим странам. Это называется относительная истина. Вот она, относительная правда. Поэтому люди сражаются, потому что у них правда относительная. И что же говорят древние юридические источники? И на самом деле так. Потому что наша правда зависит от восприятия мира. А восприятие зависит от типа нашего мышления, ума и органов восприятия. И все это зависит от концепции, которая есть у меня внутри в разуме. Концепции моей жизни. Позиции, смысл. Я сам решаю на этом основании, что хорошо, что плохо. Это так же, как одеть очки разных цветов. Я по-разному вижу в проживающем мире. Мы в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. Совершенно по-разному мы увидим окружающих людей и окружающих людей. Это гун означает окраска или качество. Качество. Мои собственные качества. Я вижу через свою зависть. Или через свою относительную честность. А могу ее видеть через любовь. Могу увидеть через раздражение этот мир. И он разный в силу физики. А если человек на самом деле любит, он любит все. А это большая проблема. Если он ненавидит, начинает всех так же ненавидить. Это переносится на окружающий мир. Если мать раздражена, она может подругу, ребенок попадется, ударит его. Потом он просит прощения. Вот подругу попался. Но я был в таком настроении. Я видел эти ряды. Источник дополнительного раздражения. Источник любви. И все. И вот так мы с вами живем. Вот опираясь на эти относительные качества. Невежество означает, я люблю себя. Я есть истина. Все, что я думаю, важно и правильно. Как я себя веду, это хорошо. Почему други меня критикуют, обижают? Они не понимают меня. Вот люди вокруг какие-то странные. Говорят мне какие-то вещи, критикуют, обижают меня. Нехорошие люди вокруг, знаете, есть. Честно вам скажу. Потому что я нормальный человек. Я обрадовал воню. У меня хорошие родители зарабатывают. Деньги, какой бы я ни был, я люблю себя. Я думаю, чтобы люди меня принимали, как Бог я есть. Такое я есть. Все. Почему я не критикуют? И так как раз, это любовь к себе означает, что я обижен на окружающий мир в итоге. Все обиженные люди, это не то иное, как это концентристы, агаисты. Особенно те, кто не мог отпустить свою обиду в течение жизни. Там очень любят себя, но только об этом и думают. Как же мне было больно, как же мне было неприятно. Я, 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 я. Люди в страсте способны прощаться. Если не заплатить. Ну, как-то нейтрализовать. Деньгами или какой-то услугой, может быть, ответные. Просто попросить прощения, как-то вознаградить за это. И тогда они скажут, ну, хорошо. Это в страсти. В страсти они могут сотрудничать. Ну, странно, странно сотрудничать. То война, то мир, то война, то мир. Они могут забывать обиды. В страсти. В выгодной. В страсти это больше политика, чем какие-то отношения истины. Когда мне выгодно, я тебя люблю. Когда невыгодно, я тебя не буду любить. То есть, в цене все равно остаюсь я. Потому что страсть, поэтому, это тоже вид неверноства, вид эгоизма. Так же и в семьях муж и жена, это страсть мужчины и женщины. И почему они обижаются, ссорятся? Потому что два эгоиста. С этого начинаются отношения. С эгоизма. С себя. Мне приятно, я люблю, мне хочется. И тут сталкивается характер в близких отношениях. Оказывается, вот, они борются. Кто тут главный? Это страсть. И есть плакость. Есть третье состояние ума и восприятия жизни. Это добродетель означает, через знание мы смотрим на окружающий мир. И через ощущение внутреннего счастья. Вы скажете, что это за счастье? Ну, знание каких-то нас есть. Ну, мы же читаем книги. В интернете много информации. Много чего знания. Нет, нет, нет. Глаза знания должны быть. Совсем не те знания теоретические. Не информация, если имеется в виду, а глаза знания. То есть, из всего вы должны говорить самое лучшее в жизни. Вот это глаза знания. Есть плохое, есть хорошее. Глаза знания, значит, выбираете самое лучшее. Остальное просто не замечаете. Это называется глазознание мудрости. Вот такими глазами, когда вы смотрите, вы постепенно обретаете счастье, потому что вы наполняетесь больше и больше и больше хорошими вещами, которые вы сами видите и выбираете. Ведохе есть пример древний. Видение пчелы и видение мухи. Муха вылетает. Она пошла искать. Что же она ищет, скажите. Она вроде бы сообразовалась по хорошим делам, но тут по дороге испражнения попались. Вот она остановилась и решила выяснить, что это такое еще. Откуда. Этот запах и все остальное. Это муха. Она сосредоточена на недостатках. Ее привлекает этот запах, эта форма. И в конце концов, она же этой вкусы соответствующей. Если она часть, как бы, этой культуры. Культура испражнения. Все, что плохо, все, что негативное. Вот люди могут копаться там с таким сознанием. Вот это плохо, вот это плохо. И там плохо, и там проблемы. И тут проблемы, и тут проблемы. Они везде видят проблему. И правильно видят. Только одна проблема с ними. Они не знают решения. Не предлагают решения. Это так же, как вы говорите на приемах врачей. Он говорит, вот у вас тут проблема, там гейморит. Там воспаление. Тут опахоль. Вот и все, что могу сказать. Все, видите. Я разбирался. А где же лекарства? Доктор, а где же лечение? Нет, у мухи такого нет. Они все говорят о проблемах, громко кричат, спорят. Какая проблема в стране, разводов много. И там в Украине проблема, и там проблема, в Нью-Йорке проблема. Но если вы дадите рецепт благости, они не заинтересованы в этом. Они говорят только о проблемах. Но такие страны, доктора, ставят якость, а лечения не означает, нет. А они говорят, а нет абсолютно истины. Это еще помните дела? Он сказал Иисусу. А что есть истина? Он сказал. Но он сказал, это был не вопрос, а был вопрос с вызовом. Не интересно, он сказал, задал этот вопрос. А вызов, потому что считается в мире обычно тысячи людей, но и не существует. Что, о чем вы говорите? Пустые слова. Вот это просто привлечь последователей должно быть, говорить об абсолютно исти. О Боге, да, да, это самое такое, школу привлекательное. Любовь, Бог. Люди придут слушать, а потом что вы им дадите? Ничего. Деньги не заберете все. В страсте. В страсте, потому что нектар. Но пчела, совсем другое дело. Говорит. И он не замечает ничего. Испражнение ли там, побойка ли там нет. Он в стиле там копает, везде так, везде так, везде увлеченная. Заметите, но даже психология такая, она спокойная, потому что она приятная. И она не вызывает отвращение. Нужно остаться частью этой цветочной культуры нектара. Она как приятный нектар. Итак, мы собрались делать хорошие вещи. Мы собрались, да, мы получили образование, мы хотим собрать хорошую семью, хорошую страну. Но по пути попадаются испражнения. Что-то делать, да? Вот мы останавливаемся и думаем, нужно как. Надо же выяснить, правда, кто это уже делал. И что это за продукт вообще? Можно ли с ним как-то утработать? Не останавливаться. Например, в Японии так давно правительство обратилось к ведущему ученому страны с вопросом, как можно использовать все эти вот испражнения города Токио. Вот эти канализационные обходы, их очень много, и они решили как-то их тоже использовать разумно. Ученый, если я делал сертификалии и сказал, что ценнейшие субстанции, гипофосфаты, свиньи на этом жереют вообще, вы понимаете? Ценнейшие субстанции. Единственное, что человек отталкивает, это цвет и запах. Ну и он, насколько он ученый, он в лаборатории, устранил заново, изменил цвет. Сейчас там есть ресторан, где делают бешпексы. Люди приходят и называют их стул-битер. Но стул-испражнение, битер значит, едок. Едок-испражнение. И говорят, что нормально все, очень вкусно. То есть можно использовать, я кажется, из пищи. Мой вопрос, зачем они? Почему они не могут сделать пищу натуральную, здоровую? Вот все сейчас такие вопросы. Зачем нужно ювенальные репетиции? А не лучше ли нам сделать нормальных родителей, нормальных детей? Воспитать, обучить родителей, но они не могут. Поэтому легче за ювенальную юстицию, чем возвысить сознание родителей. Вот так все в мире меняется. И не к лучшему, ведь истина-то она, но соотносительно. То есть моя неспособность возвыситься, означает, что я утверждаю, что человек должен быть таким. У каждого есть недостатки, понимаете? Важно, что у каждого есть недостатки. И веды говорят об этом. Именно поэтому он должен принять абсолютную жизнь. А по какому же причину еще? Если бы у нас не было недостатков, мы могли бы абсолютно действовать и мыслить, зачем нужно было принимать какие-то еще знания? Для чего это сделать? Я уже и так не ошибаюсь. Но у человека есть четыре недостатки, говорят веды. У каждого рожденного человека, они врожденные. Это его природа. И первый недостаток, это чувство его несовершенно. Видим или мы, или слышим, или касаемся, или мы нюхаем, чего-что-то, и пробуем на вкус. Мы не можем получить никакого... Совершенно знали, таким путем. Потому что наше чувство ограничен диапазон, что мы можем увидеть во тьме ничего. Причьи ярко о свете тоже ничего. Вертельно что-то мы различаем и думаем, что мы видим что-то. Ведить что-то означает не видеть всего. Источника мы не видим. Полного целого это все самодействует, мы не видим. Здесь же в этом здании сейчас много энергий других. Мы их не видим. Конечно, в этом можно увидеть что-то больше в других измерениях. Теоретически мы догадываемся, есть эти измерения, но мы не видим их. Не воспринимаем, не думаем об этом. После смерти что-то происходит, мы не видим. До рождения что-то происходит, мы не видим. Как ребенок утром в мальте развивается, мы не знаем. Как эта планета Земля появилась, мы понятия не имеем, и не гипотезы существуем. Тут как человек появился, тоже мы не знаем. Это только гипотеза. Это завтра делали наше восприятие. Невозможно. Мы не можем при помощи органов чувств сказать, что такое Солнце, что такое Луна, что такое те звезды вокруг нас. Если я посмотрю на океан, поверхность-то глазами, я скажу, жизни там нет, никого там нету. Там полно живых существ, все проникло. Земля такая же. Куда бы мы ни гурили, ни копали, там кругом есть различные виды жизни, формы жизни. Жизнь на всех планетах описывается в ветрах. В сериале они не пустяные, знаете. Она наполнена. Даже в эфире пространстве есть много информации, много жизни. Но мы не видим, мы видим биологические, подобные себе какие-то вещи, вот подобные к этому глазу, подобные к этому уху, у его устройства. Мы видим в соответствии с этим не больше этого. И таким образом чувства человека несовершенны. Он не может опираться, опираться на чувства, а иметь какую-то истину. Например, зайцы любят осиновую корову. Видели, нет, как они любят осиновую корову? Они выгрузят эту осиновую. Так увлекаются, с таким, знаете, вкусом, что задние лапы слисают. Так они любят, обгрызают все педотично. Попробуйте на вкус осиновую корову. Невозможно. Невозможно, даже во рту это все. Ужасно. А для него это просто нектар. В чем-то мы с ними сходимся. Морковка, допустим. Мы любим морковку, он тоже знакомый. Но в чем-то мы, дьявол, не сходимся взглядом, понимаете. Не совпадают, конечно, взгляды. В характере где-то. Разная форма жизни. То, что пища для того, я для другого, говорите, так и описывается. Итак, чувства несовершенны. Есть склонность к обману. И раз мы ошибаемся, есть склонность к обману. Автоматически. Ну, сколько раз мы обманываем друг друга в течение дня, в течение года. Если вы внимательно посмотрите, практически всегда мы говорим какую-то неправду. Практически непрерывно говорим какую-то неправду. Потому что опираемся на следное совершенное участие. Что на самом деле происходит в нашей жизни, никто не знает. Потому что он рожден в определенных условиях. Для того, чтобы понять, что же такое жизнь окружающая, нужно принять другой образ жизни. Вы едите каждый день по три раза, по три-четыре раза. Вот и все. Вот и все восприятие жизни. Спите 8, 9, 10 часов. Вот и все восприятие жизни. Попробуйте принять эскизу в лице и отдых. Разберитесь питанием, сном, работе. И вы увидите жизнь совершенно иначе. Попробуйте 5-6 дней. И вы увидите совершенно иначе, дружище, чем до того, как вы ели всю жизнь по три-четыре раза. Потому что мы зависим от пищи, зависим от воздуха. Когда рыбы сказали, что ты живешь в воде, она очень удивилась. Спросила, где вода? Покажите мне воду. Потому что вода настолько близко к ее органу восприятия. Она всегда, она родилась в воде, она живет в воде, она умрет в воде, а ничего другого не видит. Она не может понять, что же такое вода. Так же мы живем в такой среде, которая обманывает нас. Среда, в которой мы живем, не видимо нас из-за людей. Вот, например, иллюзия. Каждый считает, что он физическое тело. Но это великая иллюзия. Это Махамая, на самом деле. Вы не это тело. Вы сознание в этом теле. И сознание может переключаться на другие объекты, на другие тела. Он может познавать таким образом мир. Сознать, начать сознание. Это уже образ жизни духовный нужно для того, чтобы увидеть такими глазами жизнь. Если вы видите духовными глазами, вы видите равенство всех живых существ. Дерево ли это, насекомо ли это, животное ли это, человеко ли это, введите анаково все эти живые существа. Не отвечайте между ними. То есть уважительно каждому другому существу. Вы не сможете лежить на сизе, если вы видите такими глазами. Душа это живое существо, которое сковано рамками тела. Согласитесь, что мы хотели бы больше всего. Всегда. Больше возможностей. Ну, больше скольстей мы хотим. Больше понимания хотим. Больше красоты хотим. Больше успеха хотим. Больше богатства хотим. Не хотим стареть, допустим. Но тело работает по другой какой-то программе. Не по нашей программе желанной. То есть сознание желанное это одна программа, наша программа. А тело устроено по другой программе. И не совпадают эти вещи чаще всего. Кто хочет стареть, никто не хочет. Болеть никто не хочет. Умирать тем более никто не хочет. Значит, мы не согласны с программой этого тела. Значит, я не это тело. У меня другая программа. И вообще я хочу быть вечно. И счастлив. Не испытывая никакой боли, никаких проблем. К этому мы стремимся. Но в этом теле это невозможно. Оно все равно состоится. Можно заработать себе на счастливую старость. Но, простите, не может быть такого понятия, как счастливая старость. В старом теле как можно быть счастливым. Вот люди стараются, будет пенсия, будет счастливая старость. Но в итоге они просто все свои заработанные деньги тратят, когда на лекарства идут. Вот и все. То есть тело нас подводит, но мы забываем. Какое понятие, как счастливая старость. В старом теле как можно быть счастливым. Вот люди стараются, будет пенсия, будет счастливая старость. Но в итоге они просто все свои заработанные деньги тратят, когда на лекарства идут. Вот и все. То есть тело нас подводит, но мы забываем о том, что мы состоялись. Вот посмотрите, мы смотрим на стариков, на другой биологический вид. Мы думаем, что с нами такого не произойдет. Однажды ее тысячи ранее с братьями Пандоймы, они скитались в лесах, они были в изгнании. Это описывается в Махабхарате, в древней книге. Это царская семья оказалась в лесу. Однажды они путешествовали, в полюсу был очень долгий переход, и они стали страдать от жажды очень сильно. Здесь мы, может быть, не очень сильно понимаем, что такое страдать от жажды, потому что это не очень жаркий регион. А вот в Индии, в том регионе, там это более понятно, когда попадаете в очень сильную жару, нет источника воды, тогда вы сможете понять, что такое настоящая жажда. Вот так же, в пустынях можно ощутить по-настоящему, вот там этой Пандовы, пятеро братьев, почувствовали сильную жару. Сколько бы они не двигались, не могли найти воды, и они обессилили полностью. И тут, в 2004 году видел старшие братья, пролетела птица. Эта птица была вида водного, она жила водонеку. Он остановился, попросил младшую обратно, везде неподалеку, похожий, из-за какой-то источник, принеси мы не можем идти. С ними была еще дорога батья. И младший брат нахуло взял сосуд и пошел к воде, и увидел полгода, красивый. Прекрасный, лесный водонеку, со свежей, прожиточной водой. Он вот сейчас я напьюсь сам, потом наберу воды и отнесу братья. Как только он скажет ладони, что взять воду, послышал голос, стой на акулу. Не бери воду, умрешь. И к моему озеру. Сначала ответил на вопрос, кто тебе задал. Но на акулу царской семьи воины, они гордые. Какой-то лесный житель тут объявил себя собственником этого озера, что его еще слушать. Я из императорской семьи взял воду в ладони, отбил немного и умер. И вот ищи расчувствительно у него сверглась левая часть тела. Ну, что-то случилось. Так, с Ахэдэвэ, беги ты, ты постарше, разберись. Возьми тоже, динеси воды. Пришел к Ахэдэвэн и верил, что на пол, он ночью, брат, мертв. Что ж такое? Что с ним случилось? Нет ни ранения, ни следов битвы. Подошел к вам в воде, чтобы напиться и решить вопрос. Он сказал, что стой, Ахэдэвэн. Не пей воду. Ты умрешь, как ты брат. Ответь на вопрос, он не изначально. Я хозяин этого возника. И с Ахэдэвэ тоже шар, и тоже воины. Что я могу услышать этого? Пусть выйдет сюда. Он просит мне в Ахэдэвэ, разберусь с ним и стал пить воду. Отличный попросил оружие. Третий брат. Иди, что же, брат его неладное. Посмотри, что это. Нет, он к химу попросил. Самого сильного из них. Набучил ходил с пальца. Он сломал, подбрасывал на другую сторону. Такой был человек. Он прибежал на озеро, очень гордо своей силой, разобраться. Видел, что два брата мертвы, без следов родения. Думал, сейчас я напьюсь и разберусь. Но слышал голос, Фима не переводил. Ты умрешь, как ты брат. Это мое озеро. Ответь на мои вопросы сначала. Фима не приводил ни малейшее время от голоса, выпил воды и умер. Такая трёхочная история, видите. Ты что, я послал четвёртого брата, Арджуну? Лучший лучник мира. Он владел всеми видами оружия одинаково. Иди разберись, что же там происходит. В этом лесу. Загадочный. Арджуна пришёл и у него трое братьев мёртвые. Даже Фимасена. Ни ранения, ни следов борьбы. Они просто умерли. Почему? Он взял голову, чтобы написывался, что голос. Арджуна, вы разуме. Не пей эту воду. Ты умрёшь, как все твои братья. Они уже мертвы. Неужели ты не видишь, что смерть неизбежна? Сначала ответили на мои вопросы. Арджуна был настолько искусный вод, что он опасался стрелой по звуку. Он взял лук, стрелый по звуку. И думал, что он уничтожил объект. В этой воде не померло. И она пошла в старший, в 2004, самый мудрый из них. Он пришёл и увидел четверо братьев мёртвые. Никакого оружия не применялось. И смерть переводит так. Чего помирать не будет? Что никакого оружия не применялось? Нет. И следов борьбы тоже никаких не было. Он просто лежит мёртвый. Так и происходит. Не обязательно оружие применяется какое-то. Оно может перейти по-другому изнутри. И он подумал, что здесь что-то не то. Тут какие-то всех естественные силы, которым мы всех подчиняемся, мы люди. Он пошёл к воде. И услышал, что Бог не тащит его. Ты самый мудрый, если вы говорите. Не бери в воду, пожалуйста. Сначала ответит на мой вопрос. Я, то есть, страдая, теряя сознание от жажды, сказал, хорошо, я готов выслушать твои вопросы. Он мог контролировать чувства. Он видел глазами истины. Как оно есть на самом деле? Он не гордился, что он из царской династии, что он самый мудрый, что у него очень сильные братья. Братья все лежали мёртвые, без всякой причины. Этот голос стал задавать вопросом, много всяких вопросов, но в конце он спросил я, то есть, что самое удивительное в мире. Я, то есть, не задумываясь, отвечал на все вопросы. Он знал дхарму, он знал истины, он не видел глазами истины. И если человек контролирует свои чувства и не имеет ложного эго, он не может ошибиться. Говорите, что если вы всё сравниваете с собой, вы совершите серьёзную ошибку. Потому что вы несовершенны. Но когда вы становитесь совершенными, вы должны всё сравнивать с собой, и вы не ошибётесь. Сначала нужно стать совершенным человеком. Мы поговорим об этом, что же такое совершенство для вас. И Ютешкира как раз пример совершенного человека. Он получал вопросы, он мог контролировать голод, жажду, раздражение, гнев, зависть. Любые мерки негативных, которые у него были, он мог держать под контролем. Потом сказал, самое удивительное в жизни то, что каждый видит, что прадеды уже всего умерли, и деды его тоже всего умерли. Отец и мать могут умереть, и родственники и другие даже дети могут умереть. Он видит, что все люди умирают. Очевидный факт. Но самое удивительное в том, что он сам не верит в собственную смерть. Этот голод сказал, я точно верю, ты меня поразил своими ответами. Ну, теперь выбираю. Любое желание, любую просьбу ко мне, я могу исполнить. И ты что, уже понимал, кто с ним разговаривает? Он уже знал, что это за сила вышла. И он сказал, дели меня одного из братьев один. Он сполтал, я верну тебе одного брата, выбирай любого. Жизнь. Более тем, дорогая, как у брата младшего, среднего, вот этого, самого сильного, он испытал его. Он был самого младшего, самого слабого всех. Странно, он сказал их голос. Ты выбираешь самого слабого, но тебе предстоит великая битва. Ты должен был бы украть самого сильного, тебе выгодно было бы украть самого слабого. Я, как истинно, сказал законы Дхармы, что именно слабый должен под защитой сильных, а слабый должен заболеть в первую очередь. Потому что он был слабый брат. Но теперь, видишь, если меня полностью покорил, забирай обратно живем у всех своих братьев. Это был Бог смерти, я марац, что я говорю. который видит истину. Если вы сталкиваетесь с человеком, который видит истину, вы не можете скрыть от него никаких своих ошибок. Это невозможно. Присутствие высшего разума это невозможно. Это так же, как если вы справитесь на божественное. Вот тут и чувствуете. Я не могу ничего сказать. Это очевидно понравится. Вы начините сами говорить, кто вы есть на самом деле. Глазами истинно понимаете, ты потрясаешь. И вы говорите, раскаюсь там, раскаюсь тут, а он слушает. Давай, давай, продолжи, знаешь, не останавливайся. Давай вот тут. Чеснее, еще, чеснее, еще. Не бойся, не бойся, не бойся. Это очень важно. Очень важно, чтобы ты сам сказал об этом, чтобы ты сам увидел себя в глазах истины. И других людей тоже. Все люди хорошие. Это истина. Они покрыты внешне неистиной. То есть неистина – это покрытие. Она зависит от истины. Что такое неистина? Это отраженная истина. Это как в зеркале. Это отражение. Если бы не было истины, то не было бы неистиной. Если нет правды, то откуда возьмется ложь? Лошадь – это отражение правды искаженного. Просто правду – это ложь. Я по-своему это как-то искажаю. Это, собственно, это ложь. И вот вы видите, отражение в зеркале, но вы же понимаете, что это не оригинальный объект. Не оригинал, но он очень похож. Знаете, если это такая картинка, сексид на берегу озера, рядом фруктовое дерево, в ветре, в воду. И отражается в этой спокойной воде с налитыми фруктами. А человек смотрит в воду и видит прекрасные фрукты. Дай-ка возьми. Он протекает руку и падает в воду. Что же такое? Почему так? Я же за яблоком двинулся. Почему такой результат с первым? Вы не знаете, что случилось? Обман иллюзия называется. В этой жизни мы тоже стремимся к чему-то. Ну вот, вот надежда. Вот сейчас что-то получится. Сейчас я ждусь на этой девушке. Буду счастлив. Я не думаю, какой катагризм может быть. Как такой надежды? Они же любили друг друга, знаете, они же друг друга без друга не могли просто. А что теперь? Они ненавидят, они не хотят смотреть, они ссорятся, они не выносятся, они так обижены, так травмированы. А что случилось? Как они казались, что это среди ужасно. Почему? Денежкинулись, вот ротикой кристин, это было отражение. Ненца. У вас не пробуют как-нибудь поесть? Наедать снять? Авторит вас не ходили? Интересный эффект, может быть. Странный очень эффект, может быть. Прямо в постели. Потому что ты иллюзия. Когда-то я восстела, где я нашел? Я не хотел просыпаться. Там столько денег было, нужно было просыпаться, я уже стал просыпаться и уже понимал, что это сон, и я все равно не хотел просыпаться, понимаете? Потому что деньги там во сне, иллюзия от этого, она сильная. Я даже знаю, что это иллюзия, и все равно, вот мы же знаете, что деньги счастье не приносит, но все равно, это сильнее, этот сон сильнее реальности, потому что я не знаю, как быть счастливым, без денег, и вообще вот это слово, без денег, без денег, это страшно. Страшно быть без денег, что бы, что бы, что бы, без денег означает полная свобода, если вы знаете законы жизни, конечно. То есть не знаете законы жизни, без денег вы умрете, конечно же. Никто вам ничего не даст без денег, просто на улице можно сидеть там, где-нибудь на тортуаре, когда-нибудь рукой, конечно, можно закончить там, без денег, нет, нет, это имеется в виду. Деньги приходят сами, если вывести истину. Один царь, насколько помню, это был прохладно-горавший из древних Куранов-сторий, он искал святого, чтобы общаться с святыми. Вообще цари, их первая обязанность найти в стране, в итоге среди они царствуют святых людей, самых развитых, сознание самое развитое, достигли реальность, внутри себя, счастье и знание. Это первая обязанность царя, найти таких людей, а потом он может уже управлять обществом. Если святых людей в обществе нет, это общество все целиком проплощается, кончено это общество. Это постепенная, но верная, царствоверная декрадация. Однополые братья, они уже шествуют по планете, знаете, с большим трюхом и успехом, несмотря ни на штуку. Этот царь искал святых людей. Ей нужно найти самого святого, но тут требуется квалификация, найти самого чистого человека, которые должны быть тогда квалифицированы, чтобы распознать эту чистоту. И вот он ездит по лесам, потому что в лесах, там, вот эти астеты, отшельники в те времена жили большей частью. В храмах был йогов, рассматривал учатся. Но однажды в глухом лесу он увидел одного человека. Он не напоминал йога, но он просто лежал свободно в том дереве. Он не напоминал, а стены даже был очень толстый, вознился, оброшенного самим бородом. Он не напоминал человека из каких-то обязанностей, потому что он просто был абсолютно свободен, как его твуто, как ветер. И царь понял, не какая-то необычная личность. Это точно какой-то отшельник, но в честь странно выглядит. Он не опременен ни голодом, ни жаждой, никакими мыслями, ни деньги его не интересуют, ни домом. Он свободный, как ветер, и счастливый, и живет толстый. Это в чем-то удивительно, как в глухих джунглях, человек может жить вообще. Он смиренно, очень смиренно подошел к этому человеку и сказал, простите, дорогой господин, я вижу, что у вас нет каких-то материальных общей обязанностей, вы свободный человек. И вы счастливы, вы чего-то достигнуете, но у меня только одно сомнение, и вопрос. Скажите, а почему такой толстый? К вам подходил кто-нибудь на этот вопрос? Скажите, почему такой толстый или худой? Ну, обидитесь, это как оскорбление. Но в данном случае оскорбления не было, потому что этим был разум. Человек понял и широко улыбнулся. Ага, тронистан, тронистай. Я говорю, я беру жизнь Амадхуты, я учился у питона. Йога питона. Я изучил йогу питона. И теперь нет никаких проблем. К питону пища приходит сама. Заметили? Вот сегодня мы обсудим, как жить. Может, жизнь питона. Чтобы все припилилось он при себе. Вы не видели, что питоны бегали, полюсу с вами, голову за пищей. Ну, них и ногта нет, собственно говоря. Вот, город Новосибирск. Здесь с утра доверяешься, слома голову куда-то приезжает. Вот так вот. Денег зарабатывать, как нужно носиться, набеги скоростей, вообще. Сколько нужно бензина жить, чтобы заработать хоть несколько тысяч рублей в месяц. Чтобы пояснить. А питон лежит просто. Толстый. Пластница. Он лежит. И обратите внимание, как он устроен питон. Ног нет. Рук нет. Есть только голова и хвост. А что это такое? Это означает рот и прямая кишка с выходом. В общем, ничего нет. Теперь мой вопрос. О чем думает питон? Ну, ни о чем думать. Ног нет, рук нет. Пишка прямая только. Видите, о чем он думает? Весь ум сосредоточен на животе. Вот она, йога питона. Поэтому, как только он начинает смотреть, это называется гипноз у ученых. Как бы жертва подчиняется его воле. Потому что он сосредоточен только на одном. И побеждает вас. Просто взглядом. Это квалификация питона. Вы были у зубного доктора, врача? Ну, так на вас посмотрите, как питон. Скажет, откройте рот. И вы сейчас открываете рот. Если кто-то на улице скажет, международный раз, открою герой, то скажет, что уралишь. Нет, там такой силы, понимаете? Профессиональной силы нет такой. И врач, вообще женщина, скажет, продевайтесь. Она же девается. А он урисовский говорит, ну, продевайся. Совсем другое дело, в смысле. Вот это ума настроение разное, оказывается. Ну, говорит, вот этот питон, он живет всю жизнь, не двигаясь с места, практически он получает пищу дерево, не двигаясь с места, не двигаясь с места, получает все необходимое. Нужно сотни лет жить, не двигаясь с места. Я научился этому. И оно все думалось об абсолютной истине, глазами истины. И все остальное приходит ко местному посидят. Иногда приносят какую-то овощу шикарную пищу, иногда мне не приносят пищи, не мешают этого. Пищи всегда есть. Так же, как деньги, их полно, полно в мире, смотрите. Но в моем кармане их не так много. Почему? Столько ресурсов, природных. Ведь мир не становится ни богаче, ни беднее. Мы его делаем, либо богатым, либо бедным. Такие те же океаны, та же земля, те же леса, те же реки. Он ни меньше, ни больше не становится при нашей жизни. Но мы его делаем, либо бедным, либо богатым. Потому что это умонастроение. Я – мое эгоизм. Гоно невежества. Мы видим глазами невежества. Чувство собственности движет людей. Поэтому мы конкурируем, соревнуемся, прячем друг в друга эти богатства, скрываем эти богатства, скрытые мотивы, лицемерия. И поэтому у кого-то много, у кого-то мало, у кого-то хватает, у кого-то не хватает. Это уже наше творение. В природе вы не увидите, чтобы вы какой-то дисбаланс в лесу. Походите по лесу, найдите вот одного муравья, умирающего с голоду потерю. Обиси жу-мой, ну все, не можешь ходить. Рус стал, понимаете, ну столько обошел, ну не кусочек пищи вообще нет. Да полно, полно всего. И мы не знаем, как же извлечь вот этот взяток. Однажды полубогих демонов, они заспорили друг с другом. Другая история из Пурана. То есть изначально во Вселенной существует два типа существ человеческих. Демоны и божественные, демонические натуры описываются. В Хаак-Ваггите они описываются подробно, что такое демонический, что такое божественный. Это важно знать. С кем общаются. Как правильно общаться друг с другом. Потому что разные природы. Они заспорили, кто же из них лучше. Они вышли из одного источника, как вы, братья. Но они ссорятся постоянно. Эти природы никогда не живут в мире. Потому что одни сроком, другие высокомерные. Одни вожделеют, другие контролируют чувства. Одни грубые, другие вежливые. Это совсем разные природы, разной натуры. Сейчас, кстати говоря, эти природы уже смешаны в каждом человеке. Мы вежливы, грубые одновременно. В это время верю в Бога, одновременно сомневаемся на Нем. Божественная и мысная натура в одном человеке живет сейчас прям. А эти изначальные глубокие демоны, они не смешаны. Они заспорили, кто же из них лучше и могущественнее. Потому что одно образование, одна культура, способность почти что равны по могуществу. Цели в жизни разные. Они так и не могли жить в обыскор. И тогда они решили пойти к Браме, к источнику к отцу. Брама, говорит, вселенная встретила их радушно, как своих детей. Сказать, нужно проверить, нужно устроить соревнования. Очень трудно сказать, кто из вас лучше. И сегодня. Давайте устроим соревнования. Ну, например, кто больше съест, давайте. Демоны сразу радуются, потому что они чувство не контролируют, они могут съесть больше. Если вы полубог, вы не будете въедаться. Будете воздерживаться от переедания и прочих регуляций жизни. А у демонов таких регуляций нет. Любая пища им подходит, какую хотят, сколько хотят. Пьют вино и мясо, и все, что угодно в той культуре. Все можно, что хочу. Это демоническая культура. Как я видел один ролик о самой богатой семье мира. Или одной самой богатой семье мира в Лондоне. Они едят каждый день. У них на столе есть все виды блюд, которые люди едят в мире. Это огромный стол, примерно, почти с эту сцену. Уставлены блюдами. Там есть морские продукты, измери, анаконды, лягушки французские. И вегетарианские блюда. Все, что в мире общие люди могут есть, на столе каждый божий день подается. И они выбирают, что они уже ели, что не ели. Просто тут очень интересно. То есть развлечения пищи. Они развлекаются пищей, развлекаются сексом, развлекаются обороной, развлекаются сном. Почему это дело? Я думаю, что не развлекайтесь с ними вещами. Это большая проблема. Вещи не развлекайтесь, сексом не развлекайтесь, обожжетесь. Это причина страдания. Не развлекайтесь обороной, не устраивайте дешевых, забороны, гладиаторов. И снова тоже не развлекайтесь, не смотришь, регулируемые здоровые. И так соревнования началось. На одном условии сказал Брама, руки ваши будут связаны на жертвях. Они не будут сгибаться по этому. Они будут двигаться вот таким вот образом. Ешьте, пожалуйста. Первые демоны. Демон из серии, ну хорошо. Оп, ну что, как еще можно это? Только так. И попасть в рост нужно. Оп. Оп, и мы все это заводите. Их так, и так, и так. И все они были в этом. Пищи полностью ног до головы, раздраженные. Я тут бросил, но все было с полу есть не могут. Совет не позволяет, честь не позволяет. Знаете, престиж. Раздраженность, ну ладно, ладно, посмотрим. Пусть полубога их пробует. Полубога, полубога, полубога. Мы связали руки тоже, они серии нероних не крошки, очень быстро все. Какими? Они все кормили друг друга. Вот и вся разница. Вот и вся истина. Человек, нужно знать его истинную природу. Если он знает истинную природу, он будет подделывать эту природу. Он будет на кого-то смотреть. Он всегда на кого-то смотрит. Ради кого-то действует человек. Если вот посмотрите, как мы выглядим, вы сразу поймете, кто твой друг. Кому ты хочешь нравиться. Ты же вылечишь, для кого-то как-то одеваешься. И расчесываешься для кого-то. И брюки одеваешься для кого-то. И говоришь слова для кого-то, чтобы кто-то, какой-то тип человека, да, оценил. Кем-то ты хочешь быть дорогим, дорогим человеком. То есть мы для кого-то это хотим делать. И поэтому говорится, видать, не служите падшим людям. Для них ничего не нужно делать. Не нужно менять свою природу. Для ввода падших людей. Вы должны служить возвышенным личностям, которые знают истину. Вы обретете истину. Вот и выглядите, как истина, одеваться, как истина, говорить, думать о истины. Истина проникнет в нас. Потому что через образ жизни все становится ясным абсолютно все. Образ жизни. Если человек переедает или если не внутри,שимых, сможет увидеть истину. А если он примет интоксикации, он не может увидеть истину. А если он лжет в зарплатных игр и денежных мегациях, он не может увидеть истину. Если бы он занимается незаконным сексом, он не может увидеть истину. Четыре предупреждения существуют. В этом все законы бытия вот этих четырех вещах, как вы понимаете. Все эти четырех вещах охватывают законы бытия полностью. И в соответствии с тем, что мы едим, то мы говорим, то мы думаем. В соответствии с тем, как мы будем себя на работе, это также охладывается у нас и в семье. А в семье на работе. И пока мы сможем понять, что мы все одна семья, мы не достигнем понимания вести. Маленькая семья и большая семья, что важнее? Большая семья важнее. Но сейчас для нас маленькая семья важнее. Моя семья важнее. Поэтому мы страдаем. Поэтому мы как будто те демоны, связанные с руками. Мы пытаемся нахранить только себя. И нам очень трудно. Много потерь. Ведь каждый стал для себя. Кто поможет? Мы боимся. А кто мне поможет? В старости дети не уверены. На пенсию трудно жить. Видите, как сложно нам сегодня. Мы не уверены друг в друге. И даже пенсии не уверены. А вдруг вот сейчас опять трупнет рубль или доллар. И вот, живи как хочешь. Мои страхи, но погреба моего повсюду на Новосибирску. Что-то меня не знаю в погребах не видел, но погреба ведут повсюду. Кстати, то, чему я удивился, потому что в других городах такого нигде нет России. Только у нас в Сибирске. Прямо в центре города выходишь, возможно, погреба кубок. Прямо на обочной дороге можно увидеть погреба. Удивительная культура. А что там погреба? Я так и не загадывал. Погреба, картошка что-то? Правда? А вы говорите, видите, как все просто. Столько картошек запасов. Жить можно еще. Интересная традиция такая городская. Вроде статичный город и погреба. Ну, в Сибирь, то есть, есть свои особенности есть. Так же комары. И когда Новосибирский первый раз следился тому, что люди ветками били друг друга. И сами себе ветками били. У них, кстати, спрект, когда у нас не было этих, ну, как это вещей, а вот ветками беретные биллу пили, дубасы и друг друга хотели. Тоже, что от комаров, кажется. Иностранцы даже не понимали, что это с ними такое. Почему били друг друга постоянно этим ветками? Оказывается, не было спректа или чего-то еще. База какие-то эффективные. Но это просто особенности. Это разнообразие. В мире существует культура. Итак, истина начинается с чистоты. Начало понимания истины с чистоты. Очистить пищу. Очистить тело. Очистить мысли, речь, поступки. Если мы с этим справимся, мы увидим абсолютно весьма себя в сердце. Это не что-то чуждое нам или противоестественное, или навязанное земле. Это внутри каждого живого существа находится. «Старбасица чахам мхрилицы, не видишь, что матрас к мельтинге, а Бог нам чах». То есть психология третьего тысячелека утверждает, что есть сверхсознание. Все философы мира и древние книги утверждают то же самое, что тут сверхсознание присутствует в нашей жизни. И мы можем об этом не знать, и стать Иисусу в жизни. Не имейте об этом никакого представления. А это самое главное, кисточек нашей жизни, из силы, энергии, могущества, чистоты, славы, знания всего на свете. То есть человек есть все в каждом. И вот непонятно богат, говорится человек сам посидит, потому что ему дан весь мир. Он просто не знает, как с ним быть. Неправильно с ним поступает с этим богатством. Но я буду на многое. Говорится, что на дереве тела сидят две птицы. Не одна. Две души. Душа – это сознание. Есть индивидуальное сознание и вселенское сознание. Вселенское сознание пронизывает каждый атом и в сердце каждого живого существа. Как солнце. Солнце, если оно в зените, можете на расстоянии нескольких тысячных видеть, что солнце в зените. И оно может отражаться в каждой растинке солнца. Смотрите, вы можете распространять. По принципу отражения, понятно это. Вот так же абсолютно истинно. В сердце каждого живого существа одна распространяется. И виды каждого атома, как источник энергии и источник нашего разума. Ведь разум мы не можем нигде взять. Заметьте. Вот когда я учился художеству, нам сразу сказали так, мы вас научим в технике. Мы дадим определенные науки. Науки сдали. Но талантного мы не дадим. Это уже ваша задача. Но врожденное. Где вот взять этот разум, этот тонко чувствующий, особый разум, различающий талант. Он дается, говорит, слышим, нет мира сего. Это уже от Бога, люди говорят. Как и сузовы, можете себе даже на локоть росту прибавить, чтобы можно для себя сделать. И дадами будь йога мутам. Вот это вторая птица, а не индивидуальная душа. Она нагрудают на нее душой. А так приводят плоды. Эта птица. На этом деле есть сладкие плоды, горькие плоды. И когда она приводит горький плод, она плачет. Она страдает сильно. Когда же это кончится, я не могу больше так жить. Она думает. Наверное, нужно съесть до конца. Приходится к горьким плодам. Что с этим делать? Жизнь такая. Приходится жить. Мы не заказываем страдания, но они приходят. Они предопределены. И счастье мы тоже не заказываем. Когда оно придет? Оно придет когда? По предопределению. В этом случае главная птица, не глюющая плоды, наблюдающая, говорит, не страдай так сильно, успокойся. Потерпи это временно. Немножко потерпи, это скоро кончится. До конца потерпи. Потому что счастье и счастье чередуются. А потом птица глюет сладкий плод, радуется, с этим боится. А вдруг он кончится? А я не хочу, чтобы он кончался, этот сладкий плод. Она очень успокоится, потеряет, все это придает. А птица говорит, не привязывайся, ведь тоже будешь страдать. Это тоже временно. И то временно, и другое временно. И когда до этой птицы доходит, что-то другое временно, она спрашивает, мне вопрос, как говорится, от Кристины, а что же тогда делать, чем заниматься? Есть такой вопрос. Есть. Потому что есть опыт. Счастье и несчастье чередуются, а что же делать? Все, что я делаю, не останавливает несчастье в моей жизни. Счастье не прибавляет. Крупицы какие-то жалкие. Мало мне, мало, мало. Несчастлив я на самом деле. Это эта птица говорит, отвечая, а ты посмотри на меня. Обрати взор ко мне. Вот в сердце найди эту истину. А потом ее глазами, ты увидишь все на самом деле. Потому что она находится в сердце каждого желудка, и что она не различает свой, чужой, плохой, хороший, черный, белый, демон, улыбок. Нет, она поддерживает все. Это высшая сила, говорится, божественная. Сверх душа, на скрытии называется Параматма. Атма означает я. А Параматма – сверх я. Ученые называют это, это понятие, это явление инстинктом. Это слово было привнесено в науку в какой-то момент времени, инстинкт. Который сверх забрать ничего из себя не имеет. Не, 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 не означает ничего. Не объясняет это говорить абсолютно. Просто условное обозначение. Вот как в математике мы говорим. Есть бесконечность. Мы не знаем, что это такое, не можем описать, но есть обозначение, восьмерочка лежащая на боку, означает бесконечность. Это обозначение. Так же слово инстинкт – это просто обозначение. И я когда спросил ученых, ученых, ученых на кафедрии биологии в Алма-Ате, что такое инстинкт, они стали рассказывать. Мне по-разному, кстати, все по-своему определили немножко. Но в целом они согласились в том, что это некая сила, некая сила, некая матрица, некая информация. Тут слово «некое» звучало у каждого. То есть какая-то сила, какая-то информация, какая-то матрица, какой-то отпечаток в психологии живого существа, который, то есть что подчиниться должно. Это инстинкт называется. Значит, вы говорите, какая это? То есть вы не знаете, какая сила. Да. Значит, правильно сказать, не инстинкт, а не знаю, что это происходит. Кошка заболевает, идет и ищет траву, и я траву, и лекарство не выздоравливает. Факт. Я видел собственные глаза, когда-то, как наша собака в доме, в Казахстане еще жили в детстве. Она ела траву утром, большейком я трюс, и драку сживал. Я испугался, думал, что она слишком голодная, безнабирать в голову. Пожалуйста, сама. Говорит, нет, нет, она немножко проспилась, сейчас лечится от собаки, я знаю, как лечить. Вот уж интересно, собака с ним как лечиться, а я должен получить все инстинктское образование. Она на всякое образование идет и лечится, занимается, выбирается траву, назначается для лечения. Я говорю, а почему собака знает об этом? Настя сказала, ну, не знаю, они знают, живот не знают, но нет, где-то. И с тех пор я такой, ну, что же это такое? А в школе мне сказали, это как инстинкт, понимаешь? И на какой-то реле я подумал, а, инстинкт, меня обомнили. То есть на какой-то реле я был обманут? Вот видите, мы несовершенны. Да? Ну, в чем мы смогли обмануть? Ну, а ведь и говорят, что не какая-то сила и не подсознание, как они объясняют, потому что подсознание под моим контролем, а это сверхсознание, потому что оно управляет мной, это сверхсознание, и не парамат, вот, скажем так. То есть это знание, смотрите, знание, но не мое знание. Оно держит кошки, или в ней и собаки. Но я пользуюсь этим знанием, полученный солнце, я не знаю, что это такое, но я могу пользоваться этим. Так же, интуиция, я не знаю, куда, но я пользуюсь, я пользуюсь этим. Я не могу понять эти источники. Я так же не знаю, когда это кончится, когда я сшиваюсь, где эта грани не могу понять, потому что не связано с источником этого тела. Жизнь мы отделена от источника, от истины. Как и Бог отристили, это всемогущие есть. Но, слово Богу, я попытался, как вы знаете, избегать вообще разговорить. Не самое лучшее представление о нас. Это тоже словно обозначение. Нет. Давайте поговорим вот об этом научно, конкретно. Потому что в нашей жизни большим руководством изнутри сердца всегда. Но поскольку наш элитик добавляет к этому что-то получается искаженно, видите. Вот вы видели когда-нибудь, как в солнце захватывают. И лучи падают на какие-то здания, какие-то церкви, как не красивые. Немоскорием. Это преследующие вещи. Захватывающие вещи. То есть, увидите, остановить в ротах, как красиво. А на самом деле, видите, красота. То есть, с другой стороны солнце отражается. А мы говорим, в этом этаже. Это иллюзия. Большая иллюзия. Самаха, майя, так сказать. Большое этажение. Вот мы можем... А посмотреть, где-то было видно себя. На самом деле, себя мы никогда не видели. Нет. То есть, как я бегаю, прыгаю, я спрашиваю у друзей. Если я перед друзьями все делаю, они потом реагируют на моё движение, моё поведение, и как-то... Либо снизу, либо хвалят меня, я понимаю себя. Чтобы понять свои знания, нужны зеркала в школе. Учитель будет таким зеркалом. Он стоит неоценку. Это психическое отражение моего я. Интеллектуальное отражение моего я. Видите, я нахожу учёного человека, общаюсь с ним, и он отражает мой интеллект с поскольку отражение и предстоящее представление себе как-то вообще. Федическое зеркало, психическое зеркало, интеллектуальное зеркало. Значит, я должен общаться с людьми, что видеть себя и понимать. Должен обозить. А как же понять свою душу, сознанию? А вот для этого нужна идея. Духовный человек. Если вы не общались никогда со светлыми людьми, вы никогда не видели себя до конца. Вот что такое. То есть мы не можем любить истинно поколиться с этим. Вот это зеркало истина истина с себя начинает. Сначала можно понять одно слово себя. Один человек под лет богат умирал. Было у него четыре жены. Первая жена не очень любила больше всего. Он только на нее смотрел и одевал и крышал кормил. Никогда не оставался всем показывать. Постоянно очень гордился ей. Второй жена тоже очень любил, но очень боялся другого. Такая она привлекательная, что он держал под замком. А третью жену уважал больше, что любил, позволял в жизни своей независимой. Но как должен на себя творить, как хороший друг помогал им. А вот на четвертую жена вообще задор даже развод не следил в не добрылся. И вот насмертная модель несчастный богатый человек, когда он обратился к своей любимой жизни и сказал дорогая, дорогая, похоже ухожу в иной мир, не пойдешь ли ты со мной, не скажешь мое одиночество, не бросай меня. Я чувствую глубокую скорбь, озвучай скорбь, озвучай богатый человек. Когда он обратился к своей любимой жизни, я сказал дорогая, я похоже ухожу в иной мир, не пойдешь ли ты со мной, не скрасить мое одиночество, не бросай меня. Я чувствую глубокую скорбь, разлучаясь с тобой. Ведь ты и я одно целое на самом деле. На что же эта жена сказала с улыбкой надменно? Между нами никогда ничего общего не было, сказала дорогая, ты ошибался в тебе. Ты пойдешь в эту сторону, а опять в другую сторону. Такова наша света. Между нами ничего общего нет. Поймите. Этот бедный человек чуть не больше времени на году совершенно. Вот это предательство, это как сурово, это как жестоко. Ведь я же отдал всю свою жизнь, все в свое сердце. Я не только придумал, заботился, я вот такой результат, посмотрите, на смертном одре. И он обратился к другой жене, я тебя тоже любил, дорогая, может быть, ты поможешь мне, не бросая меня, одну. Пойдем со мной в мир и ногу. Он сказал, дорогой, ты не зря меня закрывал под замок. Но меня давно уже глаз положили. Как только ты умрешь, я не знаю, к кому я пойду. Расплакался сейчас. Я принесу третьей жене, как другу, лучшему, и сказал, помоги мне, не бросай меня. Она сказала, я приду на покороны, совершу обряд, беспокойся. у меня своя жизнь ты знал до этого, не расстраивайся, мужайся, в конце концов. Я несчастный, умирал со слезами, в глубокой скорби человек находился, услышал тихий голос, рядом. Я боюсь с тобой. Ты кто глаз, пустяк? Ты четвертая жена. Я боюсь с тобой, всегда был рядом с тобой. Ты просто никогда не замечал. О чем же эта история? Это притча. Аллегория. Первая жена это физическое тело человека. Она на него одевает, наряжает, моет, чистит, кормит, всем показывает, только на него смотрит. В зеркале из всего отражающего сразу везде себя. Это самое важное вообще наше представительство нашей жизни в этом теле. Особенно это место. больше всего. Вторая жена это богатство, золото и деньги привлекательные очень. Надо жить по замку. Точно идет другого. И точно после смерти связывать у другого. За нами не пойдет. Если вы в этой жизни заработали миллионы долларов, в следующей жизни не сможете сняться счета не рубля. Скажите на мои деньги точно помню. Я работал. Простите, но не совладает у вас ни имени, ни документа, ни лица. Что другое? Тело другое. И вот в следующий снова нужно будет А, Б, Г, ходить в школу, всему учиться, идти на работу. Все повторится. То же самое. Это уже повторялось миллионы раз. Согласно ведом, согласно всем источником знания реинкарнации описывается везде. Это не что-то новое. Это было отвергнуто в какой-то нет, согласен, но это описывалось всегда, люди знали об этом всегда, что реинкарнация прямо сейчас происходит на наших глазах, потому что тело меняется прямо сейчас. Мы меняем тело, просто сидя в этом зале. Обмен вещества продолжается, мы дышим воздухом. Что-то выделяется, что-то входит и постоянно тело меняется, каждая клеточка заменяется, заменяется, через 7-13 лет тело у вас уже новое. Если вам в 7-10 лет вы уже точно раз в 10 тело сменили, а вы не замечаете, вот он я. Если у вас есть Запорожье 1812 года, вы едете эксплуатируете, то через за это время, конечно, все заменили, колеса, даже пузо перепаяли, все. Но вы видите тот же сам Запорожец? Кажется. Да нет, это же другой Запорожец, Тип машины изменился, а машина давно другая. Поэтому пока тип тела не изменился, волчужные родственники и старые знакомые. Это ты что ли? О, боже, мы там что-то постарел. Давно не верилися. Тип еще. Но в какой момент и тип тела тоже стремится. Это то, что мы называем смертью. Но смерть для не существует смерти, говорит в этой душе. Смерть существует для тела. Вы ее никогда не увидите сами. Это любви со стороны, но вы ее не увидите никогда. Не столкнуйтесь со смертью. Исчезновение не существует. Во сне, если вас убивали когда-нибудь, вы знаете, что такое смерть. Вы сидите печально и думаете только что меня убили. Все. Нет тела у вас. Ну да, это отдельный что это за истинно, что это за шир смерть и рождение, за которое не можно выгонять ни туда, ни сюда, и только предполагать можем, чувствуем. Но ведь мы же все приближаемся к этой черте, а это экзамен говорит о ведах, это самая важная черта в жизни, ухотность. Куда мы идем дальше, вот что важно. Здесь мы временно прохожие, у нас есть обязанности и смысл, цель, о которой мы должны знать с самого начала. Не свои представления, живу, чтобы здесь работать, зарабатывать деньги, потом есть что-то готовиться. Это все? Идти вверх, крутить каналы. Это все? Вы не думаете, что вся вселенная создала человека до этой цели? смыкуртил каналы. Или ругался муж жива. Вот смысл здесь не ваше. Да нет, конечно же. Адхата Брама Джидия Су говорит, теперь человек должен познать абсолютную истину. Брама абсолютной смысл говорит. Вот в чем задача человеческая, роль человеческая. Таким образом, у нас есть обязанность высшего порядка. И истинность нужно знать с самого начала получить от своих родителей. Потому что это преемственное знание. Если родители не знают, это конечно же определенные трудности и проблемы. Ну согласитесь, мы родители с вами, мы должны знать, как нас зовут. Нам совсем не ничего не знали, не знаем сейчас. Мы знаем только то, что услышали от кого и все. И много лет. Что бы не слышали, что бы не делали, школы и следуют, а страдания не уменьшаются сны. И даже религи так много, деградация не останавливает. Что делать здесь? Где же истина? Потому что истина, она мгновенно все остановит. Это реальность. Это сон. И знаете, дурного сона ему легче все-таки проснуться, хорошие сни. Вот сейчас настолько тяжело тяжело жить, что нам легче стряхнуть эту иллюзию. Но когда вы затряхиваете иллюзию, какое-то просто мгновение вы прозреваете. А как пробуждение? Как выздоровление? Вот вы болеете и выздоравливает. же хорошо вы чувствуете как хорошо. Или вы не видите, вдруг начинаете видеть вот таким образом. Или тьма вдруг солнце встает и все понятно. Это настолько естественно. Но где же мои глаза настоящие? Где разум настоящий? Где мой талант? Где мое могущество? Где мое вдохновение? Где моя любовь? Вот от чего мы очень зависим все. Это есть абсолютность на любовь абсолютно предложима к каждому живому существу. Это абсолютность. От любви никто не откажется говориться. Любви все возрасты покорны. Пушкин. Даже животные понимают любовь человека. Даже птицы, кошки, собаки другие. они сручными в руках человека. Это факт. Но чем меньше любить, тем больше любви к себе. Тем больше зависти. Тем больше недоверия, непонимания, враждебности. Это любовь относительно рихтина. Она очень опасна. Абсолютно если любить, если ты любишь, люби все. Но как же я все полюблю? У меня чувства говорят противно. Да запах плохой. Не могу любить. Вообще нахали хороших побегу близко не могу говорить. Я все знаю. Запах одни му нахуй. что это? То он предлагает бывает такое любви. Вот как любить? любить всех. глаза закрываются и никого не видят. И говорите теперь я желаю благо всем. Потому что глаза открою и я уже не смогу всем откроить. Все эти органы восприятия все же не мешают настроить этот вклад любви всеобщий. Таким образом мы не можем полюбить всех с закрытыми глазами просто им персонально. Любовь другая. Любовь личностная. Вы не можете любить того кого не знаете. Именно от знания. И если мы постигаем душу мы на самом деле можем любить всех. Я уверен что вы любите свою маму. Но если вы нормальный здоровый человек все верят вы должны любить. Маму должны любить. Вся как в жизни мы должны понимать что мама это объект любви. Хорошо. Святое любви. Хорошо. Моей маме уже 82 годы. Она выглядит на 82 года. А почему же для органов чувства она не такая красивая как раньше. Она у меня была раньше самая красивая. Дети все так думали. Моя мама самая красивая. Она самая красивая. Когда волосы были ниже колена коса. Такая была у меня. И характер у меня красивая была. Меня хорошо воспитывала. А теперь я прикажу как какая такая такая тараканица так вот. 82 годы. А почему я ее люблю? больше. Ведь для чувств для восприятия больше нравятся молодые девушки живущие. А почему я ее люблю? Больше чем этих молодых девушек. Кто сказал? Потому что да она совершала жертву от меня всю жизнь. Вот она видите любовь жертвела. Вот что мы любим в жизни оказывается. Красотка это иллюзия. Реальная любовь это жертва. Пока мы эту жертву не совершим по отношению к высшей любви мы не научимся любви человека. Карточек становится вам дорогой если вы совершили ради него жертву. Карточек вашим близким если вы совершили для него жертву. Для вас как я совершил жертву то что он очень близким даже что он вам неприятен для чувств. Это сразу устраняется. Мгновенно изума устраняется препятствия. Знаете, я говорю, не гребен на кухне. Ну, стол, стулья, садимся на двери. А у них у соседа она спит на кухне. Пожелает. Вот она постоянно гремит на мебель. И пожаловалась. Что там гремит на мебель вообще? Вот я спать помогу. Знаете, я больной человек. Нужно отдыхать. Вот как только день начинает целый гремит представляете, что такое? Она ругается, стучит и так далее. Началась перепалка соседская. А я говорю, жилья, ты ее отнеси угощение. Ну, она готовилась, еще напишу, она приготовила все и понесла. И раздражила на подносики там как-то красиво, срежуровала там все-таки есть. Вкусные вещи потрясающие в реческой культуре. И она понесла и угостила. И что после этого? Нет. Мы двигаем в мире, она говорит, а, это ты там двигаешься, а, двигайся, как хочешь. Я, конечно, двигаюсь в личности. Пока вы не совершите жертву, личность не пробудится. Вот вы смотрите у человека, а личности там нет. А есть просто тот, кто двигает стулья на вашей голове. Какой-то механизм биологический двигает стулья, понимаете, ему клевать на то, что это стулья. Или мы жили в другой квартире, там же с родителями, там и дети жили. А знаете, какие крупные панели дома были в советские времена? Ну, если что, Хрущев успел совместить ванну с туалетом, но не успел совместить потолок с полом. Вот такие были квартиры, что я вот руку поднимал и касался потолка. Вот так, будучи подростком. И вот эти бетонные панели были просто положены, бетонные плиты, и там просто человек идет, и вы слышите просто. Ну, тогда пытались быстро людям дать жилье, очень быстро вот эти карточные домики делали, расселяли отдельно зато квартиры. Там не было уже бараков, не было коммуналок, вы имеете свою квартиру. И там семья, а там у них это, знаете, слон прибежит, тише будет. Вот ребенок бум-бум-бум-бум-бум. Вот они вот так вот бегают и бегают и бегают и бегают, ну, сколько можно. И мать как-то говорит, ну-ка иди, разберись наверху. Он там целый участок сидел. Пришел довольный, улыбается. Ну, штор добрался, а что там разберись? Там это они маленькие, дети не будут, все нормально. Постополимся с ним. Это все хорошие дети, хорошие люди. Просто, когда мы знаем, что хорошие люди, да, нам не хватает знания абсолютной истины, полного целого. Знания только себя одного раздражает нас, видите? Потому что, если я отломанный ветвь дерева, я высыхаю, у меня чувство нехватки, чувство неудовлетворения, и вот это раздражение исходит из моей жизни, потому что я не совершаю жертву ни для кого, ни для себя. Вот в чем причем, вот в чем истинный. Как быть богатым? Не имею 100 рублей? Нет, 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 не имеете, не имеете 100 рублей. Вот это истинный. А это иллюзия. 100 рублей это иллюзия, поправиться и все. Если вы грати 100 рублей обманули своего друга, 100 рублей это вы получите, друга потеряете. Что? Земля. Ну, вот в этом мире, как и странно, ценности изменились. Люди выбирают 100 рублей, чаще всего. 100 друзей у нас нет. Одного друга найти очень сложно. 100 друзей. Делайте. Так вот, в личных книге говорят, что было, что друзей, делайте вот так. Вы готовите пищу каждый день, конечно же. Обедайте, обедайте. Вот вы обедаете, приготовили обед, выходите на улицу. И громко говорите, кто голоден, заходи домой, ко мне. Набель. Люди, конечно, сразу все с вас шрапнутся. Я всерьез. Скажут, что за сумасшедшие у нас. Не принято так делать, правда? Но вы должны сказать искренне, придумать что-нибудь, можно ли с праздником какой-то, или что-то, или просто хотите вот кого-то угостить. Вы трезвый, нормальный человек. Просто, ну, от всей души не обижайтесь, заходите в дом, просто гостем будете ко мне. И, возможно, кого-то уговорите, верно? Ну, есть же такие тоже глупые, как вот, как Лёд Владимир. Но они придут, тоже я тоже. Очень, очень интеллигентные люди, конечно же, откажутся. А по грубе и придут, конечно же. Но, но, и вы накормите человека, а потом, коедите сами. Вы почувствуете счастье, он почувствует счастье, это будет новое приобретение, тоже. Все очень просто. Если вы просто кого-то накормите с любовью, он будет всегда хорошо сходить. Вот это культура человеческая. Это описано, что все семейные люди должны это делать. Ну, на Востоке до сих пор это принято. Угощая соседей, по праздникам, они все среди, все до угощают. Обязательно. Если вы стучитесь там, вот в Казахстане, они пекут эти баурсаки, вот по-нашему, как хорст называется, там баурсаки пекут. Вот и стучитесь в чужой дом, допустим, громко. Скажут, что надо? Кто-то? У нас все дома. Баурсаки, говорит, ааа, заходи, заходи. Значит, гость, сосед, все правильно, так должно быть. Мы должны общаться, мы должны общаться друг друга. Мы должны дружить, мы должны знать друг друга хорошо. И всякий раз, когда люди в прошлом общались, для них новый человек, это была загадка, это была новая история жизни. Это была как эта новая ценность неповторимая. Они общались, чтобы знать историю друг друга. Они рассказывают ценные какие-то вещи, переживания, реализации. Им было есть с чем поделиться. Но так и так же и люди в прошлом. Все, конечно, много это все, как это шоу, зрелища, телевизионные и другие. Мы там просто вот эти сериалы смотрим, как там люди живут, показывают, где же наше общение, где же наша жизнь, протекает мимо. Смотрите, разум становится слабым, инфантильным, а значит, только инфантильный разум. А это означает незаконный сердце. Вот все, о чем думается время начального. В итоге. Зачем близко знакомиться? Лучше не очень знать друг друга. С сексуальной стороны просто познакомиться и все, и забыть. Это же выгодно, понимаете? Мы же сами отказываемся от этого вообще. Мы же сами отказываемся от этой духовной культуры, от культуры истины, которая нам предложена в древних писаниях над лицами, как должен жить человек для возвышения, для счастья, для воспитания нового потомства, для культуры мировой, для прогресса, для совершенства. Это любовный обмен в этом все совершенство человека, в развитии его любви. А любовь – это талант, это высший разум, это способность удивительная. Они скрываются, они пробуждаются, что они в нас есть. И присутствие любви человек сразу становится поэтом, в смысле? Великий поэт. Он знает, как чувствовать, он понимает, он чувствует, начинает служить, а слуга, он очень тонкий, он очень разумный слуга, конечно, который не эксплуатирует это из любви. А господин глупый, грубое сознание, эксплуататор, конкурент, что еще можно сказать с ним? Жестокие часто бывает. Знание господина – это не наша природа, это иллюзия. С чего-то мы взяли, что мы господа. Это все слуги. Это наши частички, полному целому отношения. Мы часть, служим полному целому. Какое же мы полное целое? Мы частички целые. И наша истинная позиция служения – это жертва, и вот это в этом наше счастье вознесет. И чем больше людей будет заниматься вот этой вот ягодой, вот этой жертвой, тем больше будет умножаться это счастье. Мы собираемся вместе в зале для того, чтобы почувствовать счастье вместе. Потому что оно аккумулируется, оно еще умножается, оно увеличивается при этом. Если мы едино душно принимаем счастье и счастливо, оно в тысячу раз больше становится. То есть общество людей, человеческое, оно может генерировать это счастье, распространять ее повсюду, на моря и океаны, на лица, на всю жизнь. Все. Все будет меняться, даже климат будет меняться. Сейчас уже ученые говорят, климат меняется. С последним духовным знанием уже меняется даже климат на планете. Потому что человек аккумулирует это все. Он использует энергию Солнца, принимает ее через тысячу, потом обменивается этим, освященной пищей. Пример. И счастье увеличивается. И вы уже понимаете, что такое Солнце, что такое природа, что такое вода, что такое Земля, зачем все это. Каково назначение человека. И какова истинная цель. Потому что истинная цель описывается во всех священных книгах это любовь к Богу. Непосредственно в сердце мы можем обнаружить эту любовь у себя, древнющую. И вот теперь можно ее пробуждать. Шаг за шагом, день за днем. Определенный труд. Потому что иллюзия стала привычкой. Плохие качества стали нашей природой. От привычки к природе. Поэтому от этого сводится будет не так сразу просто. От жадности, скажем. От зависти и вожделения. Наконец, что вам нужно? Самодисциплина нужна. Нужна литература, нужно руководство. Но это необходимо сделать, потому что иначе наше общество нужно на грани разложения. Посмотрите, ведь параллельно есть такая социальная деградация. Если мы не здесь, то мы там. У нас нет третьего выбора. Не будет сейчас такого, чтобы страна позаботилась обо всем этом. Или кто-то о нас позаботится. Нет, каждый сам должен позаботиться о себе. Каждый получается нам индивидуально. Никто на это не присутствует. Ни в школы, ни в институты. Потому что людей концепций сейчас в школах огромное количество. Только учебников истории сколько посмотрите. И так и неизвестно, какой учебник истории истины. Где же истина? Точки зрения, точки зрения. На Вселенную люди смотрят тоже точки зрения, точки зрения. Ничего не ясно. На человека тоже точки зрения. На семью точки зрения. А разводы при этом увеличиваются, пока точки зрения накапливаются. Развод вообще 80%. Ну, когда я сказал об этом на одному индусу, низкому послу, он сказал, ну это означает, что у вас семьи уже нет. Говорит, вы не шутите? 8% может быть. Уже нет. 80%. Последняя информация. Он говорит, нет, не может быть такого. Но это значит, что семьи уже нет. кончится. Жизнь кончится. Потому что жизнь, общество, это прежде всего семья. Если мы живем только ради собственной славы, ради собственной выгоды, это называется не семья, это змеиная нора, говорится, пропитанная запахом зависти, яга. Не должен человек жить только для себя и ради себя, ради своей семьи. Он должен быть ради большой семьи. Вот это жертва, вот это истина, к нему жива. Общество человечества. А потом уже можно понять, что такое биосинтез окружающий нас только после этого. Вот с какой-то стадии люди стали учиться жизни у животных. Объясните мне. на обезьян смотреть. Слышите, обезьяна, наш родственник, прямой. Вот я как-то не чувствую просто. Я был в зоопарке, смотрю, ну-у-у, не чувствую. Я говорю, что у вас тоже нет ничего всего с обезьянами. Ну не как. Я не подошел с обезьянами, я уверен в это. Мой отец не был обезьян. И дед не был обезьян. Я уверен. Мы люди. У нас есть свое отдельное предназначение. У обезьян свое другое предназначение. Вот мы должны понять свое предназначение не подражать обезьянам и собакам. Естественно, нужно исключить все животные. Жить естественно. Что значит? Я сроку прячусь прямо на улице ходить и без одежды. Вот это вся естественная жизнь. Если все попадет, что попадется? Свинь живут, обезьяны живут, собаки живут. Мы должны понять, что это за две синтезы, с которой мы находимся, и какова наша роль, что мы вкладываем особого как человека. И они говорят, что никто, кроме человека, в этом биосинтезе не лжет. Только человек с полем положить умеет лгать. Вот мы должны освободиться, это тоже. И человек, это венец природы, он царь природы, он, в принципе, Бога здесь, и он заботится обо всем этом. Не уничтожает, а заботится. То есть он подражает живот, и начинает уничтожать. То есть он знает, что такое происходит у человека, он ничего не уничтожит. Он мудрый и любящий, это человек. Но кто еще живых существ может быть мудрым и любящим как человеком? Ни кошки, ни собаки, ни обезьяны, ни самые развитые животные не могут дать то, что может дать человек. Почему человек отказывается от этой своей природы и смотрит на мир глазами животного? откуда эта школа? Откуда эта теория Дарвина, что человек пошел с обезьян? А кто это придумал? Кто это принял вообще такую теорию? Сам-то он сомнился в этом за то? Он отказался на этой теории. Это было принято, потому что было выгодно кому-то. Первая мировая война применили впервые хлор. Оружие массовых поражение вот это был хлор. Яд. Людей травили как насекомых в этой войне. А мир ужаснулся и задрогнулся. Такого еще не было вообще в истории человечества, чтобы людей травили. Но есть же в конце концов этика войны. Ведь уважать нужно даже врага из каких-то законов. И мир возбудился, но вышел в линии генерал. И всех успокоил. Вы не понимаете, это научно обоснованно выживает сильнейший и более разумный. Вот как это было принято. Люди бы думали, а может быть это новая форма прогресса травить людей хлором. А потом новая форма прогресса это быть ядерным оружием. Еще один шаг в виде большой в прогрессе. Но разве это прогресс, который приближает смерть к человеку? Мы и так умрем с вами. Зачем это приближать? Прогресс мы должны продлить это сделать здоровый. Совсем другое понятие прогресса. А как же животные по смыслу дни ядра у друга? Это же естественно они говорят. Неправда. Они, конечно, едят друг друга. Но они так и не выживают. Они умеют заботиться. Пингвин в антропии сидит целый месяц на яйце. А яйцо на его лапах. И он не ест, не пьет все это время. А сидит на томе яйце и вынашивает его. Приделит там-то морозы. А самка она плавает в океане и отъедается в это время. Она потом позже придет, когда появится цыпленок. Так какая же жертва свершается в животных? Вижу съемки, черепашонок заблудился, не может попасть в воду из лица улыбился. Это самое опасное, когда был улыблен из лица до океана выдержать. Если кто-то не может, вот это либо птица либо крокодил. Вот им нужно в океане укрыться в воде. А это черепашонок вот-вот-вот-вот заблудился несчастный. Маленький. А рядом рептилия лежит, крокодил. Ну все. Когда подходит подключили, пошел, откроет пасть, несет к воде и отпускает. Это факт. Это то, что идет в записи. Даже у крокодила есть сострадание. Так чему мы должны учиться у животных? Больше ему сострадание, больше любви, больше заботия. Это абсолютная истина. Каждому применимому человеку. Но спросите любой человек в Новосибирске. Как это то, чтобы тебе относились? Плохо или хорошо? Скажет хорошо. Любить тебя или навить? Любить меня. Убить тебя или репанируют. Не надо его делать. Разве это не абсолютные знания? Разве это не так? Да просто за себя спросите и все будет ясно. Зачем я их спрашиваю? Это же очевидно. Это же так просто элементарно на пальцах. А мы говорим, а где же истина? А что есть истина? Он сказал, это наши споры. Потому что я хочу, чтобы мне служили только. Я не хочу никому служить. Так что меня понимали. Где моя любовь? А ты там сам победу. Сам начни это служить. С тебя начнешь это все. И конечно же, если ты начнешь служить кому-то, тебя конечно же будут эксплуатировать. Это хороший слуга. Он сам добровольно это делает прекрасно. и нашли вам вся с радостной безусловно. Поэтому говорит Совета сначала служите Богу, не человеку. Человек все испортит. Должен служить человеку, служить Богу, служить человеку. И наоборот, служить человеку, служить Богу. Когда вы служите человеку, вы должны прежде дать ему знание, что он тоже слуга, а не Господи. Если вы не даете знание, просто служите, он скажет, если Господи нам не было бы. Как ребенок, если воспитываете, если просто выполняете силу прихоти, он вам на шире все отекут, и все, воспитание, вот ваше служение закончится этим. И он спасибо даже вам не скажет потом, а все ему мало, все ему плохо. Это прежде, что вы должны дать ему знание ребенку с этим служением. Любовь, знание, не в невежестве. А так вот родители стараются всю жизнь, а потом дети неблагодарные. Как так? А вы главного не даете. Любви к Богу не даете. Вы не объяснили, что он тоже слуга Бога, как и все. И жизнь должна быть в служении и счастье относиться, а не в потребительстве. Сейчас многие родители подходят и говорят, а что делать? Сын 30 лет не знает, что делать, кем работать. В 30 лет человек не знает, что делать. Он никогда не служил. Он получал служение. Но так и не пробудилась его индивидуальность, потому что он не совершал служение. Ведь, посмотрите, гораздо труднее давать, чем брать. Искусство заключается как раз в обратном. искусство дать важнее, чем искусство брать. Чтобы брать, ума не нужно дать у никакого. Даже вор росток делает. Но чтобы дать, нужно талантливый. Кто возьмет от меня, если это будет не талантливым? Если я хочу людям сдать музыкальный шедевр, я должен быть очень талантливый, иначе кто-то будет слушать, кто-то привит. Если мы настроены на отдавание, то мы настроены на квалификацию, на качество. А счастье это качество, это не количество. Это именно качество. Мы хотим не просто музыку, а хорошую музыку. Мы не просто хотим учить, а хорошие учитель, настоящие учители. Не просто родители, а хорошие практики, хорошие детей, все хорошее должно быть. Но в наше время рождаются дети, нежеланные, написанные бедами. Но они хотят, чтобы они были такие вот, вот мы смотрим, и мы не хотим, чтобы они были такие. Мы это переделываем всю жизнь, а они не хотят меняться. Что с этим делать? Нежеланный ребенок называется. А нам нужно желанные дети, чтобы они были такими, как вот именно я мечтал. Где же я такой, ребятка? Для этого нужно знать истину. Потому что если муж и жена не знают истину, как истинно относиться друг к другу, не будет желанных детей. Если не просто вожделеют друг друга, не будет желанных детей. Нежеланные дети рождаются от Бога, декоратива. Желанные дети рождаются из сердца разума. Это совсем другой вид отношений, другая культура. Сексуальная культура не может дать ничего хорошего миру, кроме ствердой. Наша лекция, она может продолжаться еще много, конечно же, время существует. Время вопросов пришло. Мы начнем. Вопросы. Это часть будет вопросов. Потом будет другая часть программы. Вопросы в конце еще могут быть. Пожалуйста, вы можете отдать свои записки людям с микрофонами и также услышать вопросы. Микрофон, поднимайте руки, к вам подойдут, и вы можете задать свои вопросы. Александр Геннадьевич, рассказываю о двух женах, вы не успели рассказать. Расскажите, пожалуйста, еще две жены, кто был в птичке. Третья, четвертая и четвертая. Вторая жена – это деньги, богатство. Третья жена – это наши друзья и дальние родственники. Они где-то на расстоянии, но всегда к нам хорошо относятся, и когда нужно придут, помогут нам. Но они живут своей жизнью. А четвертая жена – это наша душа, которую мы забыли. Все очень просто. Вот она пойдет с нами. Остальное все станет. Этот человек, который умирал, сказал, так вот, кого мне нужно было любить. Вот о ком мне нужно было заботиться. Потому что если вы не заботитесь о ком, то он становится непривлекательной. Вот душа какая-то чем-то таким непривлекательной. Смирение, скромность, ну что это такое? Нет, когда вы как тихо, знаете, можете в нос ударить, и что? Вот это предоказано. А что за счет смирения и скромности вы сможете добиться вообще? Ни насилия? Скухота? Ни подраться? Ни пошалить? Вот так все духовно, знаете, как-то все правильно. Склащало. Вот наш образ духовный нынче. А образ Бога я вообще молчу. Лысый с бородой. С большим бузом. А ты что-то придумали? Я на самом деле, что это такое? Какое-то древнее, может быть, если он и есть там даже, но какой-то, видимо, страшный. Потому что он там молнии потопы посылает землю регулярно. Постоянно злится на всех злой. Его никто тут не слушает вообще. Проблема с этим Богом, знаете. Мы утратили образ. А знание это именно образ. Через образ постигается наука. Кринзин выбрать мужа. Большой выбор, похоже. Я прям представляю, как ширина мужа стоит. Женщина не хочет улыбать. Есть такое горжение. Если ученик готов, учитель придет. Сам придет. Сам придет. Но вы должны привлечь именно мужа, а не мужчина. Если вы привлекаете мужчину. Думайте, а мужа – это мужчина. Муж означает, ведущий. Должны найти человека, который знает цель жизни. Решительный, щедрый, бесстрашный человек. Средоточенный на высшей цели и помогает ему. Вот и вот будет ваш муж. Но какой мужчина не желает найти такую помощницу, скажите? Всякий мужчина только и ждет, что придет помощница хорошая. Если она приходит к вам не для того, чтобы помогать, это не ваша жена. Это не жена ваша. Сейчас наоборот. Женщина заставляет помогать себе. Ну, какие-то вопросы, которые неплохо. Но это не природа женщины знать, быть бесстрашной и сосредоточенной на цели. Ее природа служит непосредственно этой целью в форме мужа. Это природа женщины. Мы должны правильно распределить роли. Что же такое муж, что же надо забраться в этом. Если вы хотите мужа, то вы должны выглядеть как жена, не как женщина. Не нужно привлекать ногами, грудями, волосами. Нет. Не придет муж. Это не роль жены главная. Это роль любовницы. Жена тоже может быть любовницей. Но главная все-таки роль не в этом. Поэтому должны одеваться как жена и вестись это как жена, и думать, а муж или мужчина. И вы увидите, он не со мной на кого придет такой человек. Ваш очень ценный человек придет таким. Но поскольку мы знаем, что это трудно сделать. Трудно, без практики. Никто не сможет просто взять это и сделать, потому что услышал это. Нет. Нужно подготовиться. Нужно учиться. Прежде чем человек жениться, выйдет замуж. С иностранной культуры получать подготовку серьезную. Часть таких институтов у нас почти что не осталось. То есть нет. Проказывается возрождать их в Казахстане, вот так же по всему миру. Такие институты, например, в одном духовном технологии, где бы люди учились этому. Быть женой, быть мужем. И тогда уже речь пойдет о потомстве. Очень важный вопрос. Великих, великих потомках. Создать великих потомков. Такие знания тоже нужны. Но сначала нужно осознать себя мужем и женой. Без духовного знания это не сможете сделать, поймите правильно. Потому что вождение сильнее будет. Не могу только на сексуальной основе общаться. Вы говорили о четырех недостатках человека. Первый это несовершенные чувства. Расскажите, пожалуйста, о трех. Еще о трех. Опять о ней сказалось. Что же лекция такой человеку? Первый недостаток это несовершенность чувств. Другой недостаток, кстати, мы упоминали о нем, это склонность к обману. Третий недостаток склонность к иллюзии, заблуждениям. И четвертый недостаток, подскажите, мне. Слышать ошибки, да? Человек ошибается, четвертый склонность. Четвертый недостаток ошибки сопутствует в нашей жизни. Сколько раз в день молиться? Как пришли к Богу? Если я вам сейчас скажу, сколько нужно в день молиться, вы больше не придете на лекцию. Молиться нужно 24 часа в сутки. Я не шучу? Нет, нет, это тоже школа. Например, вы же можете 24 часа в сутки думать о себе. Не сложно? Потому что практика была. А когда-то люди стеснялись думать о себе и говорить о себе, о болячках, о себе постоянно. Это было стыдно говорить. Это было признаком эгоизма, не о культуре. О себе, о себе, о себе. Своё мнение, о своей печали, о своей болезни начинают рассказывать о себе, о себе, о себе. И как хорошо или как плохо, и кто хороший, кто плохой, о себе, о себе, о себе. Это было шло культуру постепенно. И теперь нам не трудно 20 суток обсуждать все эти вещи. А изначально люди думали только о Боге. И ничего себе. Потому что всё остальное переходит само по себе. Этого достаточно. Если вы думаете о Боге, вы обретаете божественные качества. Если обретаете божественные качества, всё складывается автоматически, что вы привлекательны, вы необходимы, вы востребованы, вы нужны. Вы нужны всем. Это особый разговор. То есть вы становитесь совершенно необходимой личностью в обществе. Если вы познаёте Бога, то в старости будете очень важной личностью. Если вы не познаёте Бога, то в старости будете никому не менее. Всё потеряет. Даже близкие зовут о вас. Но если вы обретаете духовные знания, вы становитесь привлекательны в старости больше, чем молодостью. Качественной, добротой, знанием, мудростью, могуществом, внутренней энергией, силой, благословениями. Это самая важная часть общества. Это мудрецы общества. Старшее поколение. На которой здесь живутся все эти законы духовные. А молодые учатся в них и почитают их, и служат их. Но сейчас мы требуем какого-то причинения к себе, но никто, особенно, не хочет почитать. Даём наставление, но никто не хочет служить. Почему? Нет духовной силы. Мы в связи с Богом. Но если наша речь связана с Богом, вас будут слушать. Никто не сможет игнорировать то, что вы говорите. Потому что вы чисты. Минимум два часа в сутки должно быть посвящено духовной практике. Подумайте об этом. Минимум два часа в сутки. Можно начать с десяти минут или пяти минут. Потому что кажется пока невероятным два часа в сутки. Это лишь кажется. Но когда вы почувствуете вкус, это будет совсем нетрудно делать. Это большое счастье. Это глубокое внутреннее счастье, которое будет углубляться, развиваться, будет с удовольствием себя заниматься. Это как омовение ума, омовение тела, светота одежды. Всё это важно. Но ум тоже нужно омовывать. Медитация необходима ежедневно. Мама 85 лет, очень боится смерти. Как помочь? Ну, начинайте рассказывать о душе. На пороге смерти человек становится чувствительным, восприимчивым к этим темам. Чрезвычайно восприимчивым. Начинайте рассказывать о душе. Даже когда человек умирает уже, ещё 20 минут его сознание находится в теле. Он может вас услышать. Внешние эти, что он уже мёртв, в эти 20 минут можете с ним разговаривать. Можете объяснять ему, что вот смерти нет, он согласится с вами, что смерти нет в этом состоянии. Направите его можете к Божественному, к бесстрашивому. Если вы связаны с Богом, вы не будете бояться смерти. Невозможно испугаться смерти. Любовь побеждает смерти. Ради любви люди иногда добровольно умирают. Не бояться этого. Это факт. Зачем существуют демоны? Зачем они Богу? Богу вообще не нужно это творение. Не думайте, что Богу нужно то, что мы делаем. Это даже нам не всегда нужно то, что мы делаем. Не говорим же о Боге. Демоны и полубоги нужны друг другу. Как бедные и богатые, например. Богатые нужны бедным. А бедные зачем богатым? А чтобы не гордились. Чтобы заботились. Чтобы не стали жадными. Эксплуататорами. Чтобы заботились. Они нужны друг другу, чтобы поддерживать свою культуру. Также умные и неумные, разумные и неразумные. Они нужны друг другу, чтобы помогать друг другу. Это отношения. И демоны, они беспокоят у богов, когда те гордятся своей чистотой и божественной прижогой. И совершают оскорбление. Когда они теряют силу, побеждают демона. Советский Союз. Россия. Она была самой атеистической страной в мире. 80% атеизма было в СССР. Мирового. А теперь эта струна становится одной из самых духовных стран мира. То есть мы с вами сейчас как-то у бога начинаем мыслить. А раньше мыслили, как демоны-белители. Потому что мы гордились. Если религия гордится, она прибудет и упадет. Она становится частью наживы, эксплуатации. Ее отвергают. Расстреливают, не знаю, там, храмы, взрывают. Все это было. Это факт исторический. Потому что религия теряет качество. Когда теряют качество, ее свергают. Но это не составит материальную науку. Место религии. Зачем нам религия? У нас есть наука. Все. Ну, так и начали развивать СССР. И затем это тоже пришло в упадок полный. Как будет духовность. Потому что зависть стала развиваться очень сильно. И мы перестали видеть партию. Потому что партия накопила много золота и денег. В одночасье это все кончилось. А затем вся грязь стала в этом безверии и разочаровании. До убийств, рэкета и открытого секса. Все самое грязное вылезло как никогда наружу. Потому что это именно безверие и разочарование глубокого страдания людей. И теперь мы начинаем поднимать голову к знанию. Что ж такое на самом деле духовность как такова. Что это за наука. Это наука. Это не просто религия. Как мы учимся. Как помнить, каким делом заниматься в жизни. Что мое дело и через что служить. Вы поймете, когда начнете действовать. Однажды Иисус привел притчу. Если вы приходите в зал людей, на собрание людей. Не садитесь на передние места. Потому что если придет более уважаемый человек. Вас попросят. Могли бы пересесть подальше. Вам будет неловко. Встыд. Садитесь в конце. Тогда вас заметят. Вы такой уважаемый человек. Сядьте поближе. Иисус говорил. Вот о таком положите. Не начинайте служить самых простых вещей. Собедите память, в чем ваш долг. Самых простых вещей. Но в том обществе, где вас не будут эксплуатировать. Это условие. Иначе невозможно найти себя. Сейчас в мире многие люди не знают, кто они. Потому что в обществе все еще есть эксплуатация. Вы должны найти круг людей. Где вас не будут эксплуатировать. И делать то, что необходимо. Простые вещи. И постепенно люди будут говорить. Делай это. Делай это. Делай это. И вы найдете себя таким образом. Это очень просто. Например, я рисовал. И он вас рисует. Когда это увидит. Друзья скажет. О, нарисую это. Нарисую это. Нарисую это. А вы это нарисую это. Нарисую это. И все. Там и все начнут происходить. Или вы начнете хорошо кого-то лечить. Вы сразу будут просить, пожалуйста, полечи меня. А полечи меня тоже. Вас сразу займут. Поскольку это ваша природа. Ваша природа всегда привлекательная. Если мы подражаем кому-то, мы никогда не принесу успеха. Но с самостоятельной своей природой мы всегда будем успешны. Мы всегда будем нужны и востребованы. Но наши природы нуждаются также в образовании. Какие нужно читать книги? Читают ли классические книги из визитской литературы? Допустим, для меня основа это Бхага, Ладдида. Все мои лекции дают на основе только этой книги. Я, конечно, давно ее изучаю, размышляю. Пишу на основе свои даже какие-то книги. Но основа именно этой книги. Я советую. Можете читать любые священные писания, но важно, что их понимать нужно. Самый короткий путь – сбывание от недостатков служения. Медитация. Медитация. Как только вы медитируете на трансцендентное, вы очень быстро ощущаетесь. День и за днем, час и в час. Медитация должна быть авторитетной, невыдуманной, невымышленной, недоморощенной. То, что рекомендую в классических произведениях. Мантра медитации сейчас рекомендована для всех. Ни аштанга йога, пожалуйста, невозможно еще сделать, ни карма йога, очень трудно, ни гьяна йога, ни йога философского разношения. Это все методы крайне сложные для нас в этом времени. В хатте йога можно делать. Начинается с мантры медитации. Медитация на имена Бога. На те имена, которые вы медитируете, вот эти качества вы и разговариваете в себе. В этом секрет мантры медитации. Есть только имен Бога во всех других, во всех религиях. В исламе 99 имена Аллаха. В христианстве тоже есть несколько имен Бога даются различные. В любой молитве есть имя Бога для обращения к Богу обязательно. И Бог это возвышенное означает. Вы медитируете на самое возвышенное, на все прощающее, на справедливое, на милосердное, на знающее. Вот все эти имена Аллаха. В ведах даются их миллионы. И обвиняющие имя, кажется, Кришна или Христос, то же самое. Как наиболее обладающей большей силы. Но на те имена, которые вы медитируете, возвратите именно те самые качества. Мама ушла в мир иной год назад. Как понять, смогла ли ей помочь? Но сейчас я этого не думаю, что вы сможете это понять. Она ушла в мир иной, но вы должны и сейчас помогать ей. Потому что связь между нашими родственниками сохраняется, пока вы помните друг друга. Есть такой родительский день, когда нужно помнить, вспомнить, помянуть называется в народе. Тратили эти традиции, но еще осталось, помянуть называется. Сейчас водкой поминают, еще хуже делают. Извращенные традиции. Вообще, эта водка откуда мы взялись, не знаю. Кто ее назвал? Табак и водку в России. Это жутко вообще, что до чего же дошли русские люди с этой водкой? Что водка стала атрибутом культуры России. Причем главной. Русская водка. Чистая, как горная слеза. С ума сошли от этой водки русской. И даже помянуть умерших водкой поминают. Сейчас эти поминальные обряды, я думаю, забыты, скорее всего. Насколько я помню. Неэффективны. Поэтому занимайтесь духовной практикой. И вот что поможет вашему умершему роду. Пусть в вашем роду появится один святой. Вы. И вы спасете весь свой род. Вы выкидете. Это привод заслон по себе. И всяких обрядов. Познайте Бога в сердце. Это все, что требуется. И служите Богу. Это все, что требуется. Причем, чтобы служить Богу, ничего нового не нужно делать. Это та же работа, та же семья. Только нужно отказаться от четырех проблем. Это мясо. Это алкоголь. Это незаконный секс. И азарт на игре черный движет. Все. Это все, что нужно сделать. Вы спасете весь свой род таким образом. Потому что только два типа людей не смогут понять истину абсолютную. Написано в этом. Это люди, которые помышляют о самоубийстве. И люди, которые появляют плоть убитых живых случаях. Абсолютно истина не доступна для понимания именно так вот этих двух категорий людей. Поэтому мы говорим. Первый шаг. Отказывать здесь мясо. Но сразу мы должны заняться медитацией. Иначе будет трудно бросать свои привычки. Курение. Нужно бросить. Медитация поможет. Вы никогда к этому не вернете, если постигните этот вкус духовный. Вы никогда не будете ни алкоголиком, ни мясоедем. Никогда. Никогда обратно в процессе непроизводительности. Вы постигните вкус жизни. Урана говорит, что толку жить. Жизнь в дереве тысячи лет. Когда нужно прожить одно мгновение в полном сознании. Достаточно. Этот послон медитации, мы понимаем, связь с Божественным. Откровения глубокие. Глубокое счастье еще нужно познать. Водка – это не глубокое счастье. Табака – это никакого к счастью не имеет. Все, что мы практикуем в жизни обычно – это серьезное препятствие. Навязанной культурой сотнями лет это навязывалось. Например, мясо стало распространяться с изобретением холодильника так широко. И в христианском мире люди изначально все были вегетарианцы. Они потом ели мясо, но были посты, были ограничения электрита. Сейчас никаких ограничений человек не принимает. Понимаете, мы разлагаемся просто как общество и как здоровое общество разлагаемся. Мы больны и от рождения практически уже становимся. Как же нам? Нам нужно очищение. Давайте к этому серьезно отнесемся, это же не шутки. И так, сейчас моя жена поднимется на сцену. Она будет здесь сразу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...